Я абсолютно убежден, что сайт Wikileaks был создан для его первичной раскрутки, а потом для публикации компромата на руководство России. На эту мысль меня наводит несколько факторов. Во-первых, публикация нескольких сот тысяч секретных документов. Это выглядит вообще смешно. Его грузовиками вывозили из Пентагона, что ли? Но такое количество секретных документов украсть совершенно невозможно никаким способом. И это возможно при полном попустительстве того, у кого эти документы украдены. Далее, сама суть материалов, которые были опубликованы. Ничего сверхсекретного там нет. Какая-то военная переписка. Великую тайну открыли нам, сказав, что в Ираке убили 100 тысяч мирных жителей. Хотя по оценкам правозащитников и других организаций, эта цифра должна быть около миллиона. Таким образом, мы видим, что после долгих разговоров были опубликованы цифры, которые не только не очернили Соединенные Штаты, а наоборот, призваны их обелить. И тут же пошли разговоры, что вот-вот мы сейчас напечатаем про Россию, про Китай и так далее. Думаю, что китайских коммунистов скомпрометировать очень сложно. А вот что касается руководства России, здесь можно попытаться это сделать. И эта кампания уже началась. Некоторые блогеры в интернете начали публиковать документы двухлетней давности о хищениях в некоторых нефтяных компаниях. Я, собственно говоря, полгода назад написал на эту тему статью и разместил ее в своем блоге о том, что теперь во всем будет виноват Путин. Вот что бы ни случилось, все будет выстраиваться в такую логическую цепочку, что в итоге виноват лично Владимир Владимирович Путин. И поэтому я не удивлюсь, если на сайте Wikileaks будут опубликованы документы, которые через третьих, четвертых, пятых лиц будут ставить свою цель и опорочить именно руководителей России. Именно в этом я вижу и смысл создания этого сайта. Но для того, чтобы раскрутить его, ему постарались передать орел мученика. Потому что я не очень уверен, что вот этот одинокий австралиец, приехав погостить в Швецию, за один день совершил две попытки изнасилования, в которых его сегодня обвиняют. Как-то странно, неужели только в Швеции есть симпатичные женщины, да? Почему он не пытался никого изнасиловать в той же самой Австралии, да? Ну, странно. Всякая ложь лучше всего выглядит, когда берется небольшая доза правды и густо замешивается на лжи. Поэтому я не могу быть экспертом по документам, которые опубликовывают некоторые блогеры. Я по факсу, по ксероксу не могу выносить приговоры и судить о суммах, которые дошли или не дошли до того или иного получателя. Точно так же, те документы, которые будут опубликованы на сайте Викиликс, должны оценивать эксперты. Но то, что это будет целенаправленная попытка извратить реально имеющиеся факты, додумать, добавить туда ложь, у меня нет никакого сомнения. Давайте вспомним, что приближается 2012 год. А это год достаточно серьезный, не только для России. У нас будут выборы президента. В этот год будут выборы президента в Соединенных Штатах Америки. И еще будет очередной съезд Коммунистической партии Китая. Таким образом, мы видим, что в один год пересекаются все линии разлома в одной точке. И поэтому игра на создание нестабильности в России, на препятствование воспроизведения российской власти, препятствие тому, чтобы Владимир Владимирович Путин или ближайшее его окружение продолжило тот курс, которому они следуют, эти попытки уже начались, и мы живем в этом времени и активно их будем видеть дальше. Знаете, иногда лучше не обращать внимания. Тут могут быть несколько стратегий, но я хочу сказать одно, что пятая колонна, проплаченные блогеры и так далее, они будут поднимать максимальный шум вокруг всех документов, которые только возможны. Но тут нужно, мне кажется, действовать согласно известной поговорке. Собака лает, караван идет. И вот караван под названием «Россия» идет к 2012 году. Нам важно сохранить преемственность власти, нам важно сохранить тот курс на постепенное возвращение полного государственного суверенитета. И поэтому на клеветников, лжецов и агентов иностранных разведок пусть внимание обращают специальные органы. Нужно ли противодействовать лжи? Конечно. Во-первых, публикации правды. Во-вторых, не нужно стесняться блокировать доступ к каким-то материалам, которые распространяют заведомую ложь. Совсем недавно Гугл опубликовал информацию, что, оказывается, главным государством, которое обращается с просьбой удалить те или иные материалы из интернета, являются Соединенные Штаты Америки. На третьем месте Великобритания, причем с огромным отрывом по отношению к России. Американцы обратились более 4000 раз, Россия – 10. Поэтому они активно удаляют информацию, которая представляет их в невыгодном свете. Мы не должны стесняться это делать. Идет информационная война. А на войне, как на войне, нужно не только обороняться, но и наступать на противника. Редактор субтитров А.Семкин